Впервые приехав на практику в лагерь котлостроитель, Ирина Шитухина решила, до конца учебы каждое лето буду проводить только здесь. И вот уже Таганрогский пединститут окончен, а она все еще вожатая. Такая уж атмосфера тут домашняя. Перед уездом уже все знают друг друга, плачут, а мы их успокаиваем, обнимаем. Ну, наверное, это самые такие инциденты, которые могут быть у нас в лагере. Это слезы, потому что мы не хотим уезжать, мы всех любим, но ждем, конечно же, их снова. Студенты ездят на практику после третьего курса. Перед этим проходят спецподготовку и воспитательную, и развлекательную. И в объеме 72 часов мы готовим студентов для того, чтобы работали и плясать, и петь, и взаимодействовать по разным направлениям. То, что сейчас происходит, как раз показатель того, насколько студенты сами переживают, они, конечно, устают. Это безумно тяжелый труд. Море, бассейн, тренажерный зал, секции по шахматам и шашкам, кружки танцев и рисования – все условия для активного отдыха. В областном Минобре говорят, все больше студентов пытаются провести лето с пользой. Практика в лагере – сразу общение, отдых, труд и заработок. Ростовская область обеспечивает кадрами достаточно большое количество приморских городов. И не в зависимости от того, что тот же Краснодарский край имеет тоже свою педагогическую систему подготовки кадров. Наши вожатые и востребованы в Краснодарском крае, ну и, как я уже сказал, в Крыму. Пройти практику будущие педагоги могут не только в лагерях, но и в домах творчества, школах и лицеях. Выбирают сами. Марин Дрикова, Ася Скрынникова, Юрий Санкин. На Дону.